Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и новость для коллекционеров и не более того. Хотя, СУ-76 и машинка довольно-таки фановая и прикольная, мне, честно говоря, очень сильно нравится. То ли дело комар, который практически ни на что не способен. Ребят, в процессе видоса вот здесь вот сверху будут ссылки на обзоры на одну машинку, на вторую машинку, если вам интересно, как они катаются. Мы разработчики выложили на продажу предложение из двух этих машин в комплекте за, ребят, ни много ни мало 5 баксов. В этот комплект у нас, ребят, входит БТСВ, он же словно известный комар, ну, честно говоря, по-другому его не назовешь. СУ-76И, это две машинки третьего левела, вам дают в нагрузку контейнер, собери их все в количестве одного всего лишь конта. Хотя, в целом, и на том большое спасибо, потому что, если без него, было бы совсем скудно. Дают два камуфляжика, которые, честно говоря, мне не заходят абсолютно. Если на БТСВ еще хоть как-то смотрится, то на Сушечке смотрится крайне уныло. Ну, не знаю, это, ребят, дело такое, знаете, я бы сказал, субъективное. Ну, вот на БТСВ, да, смотрится довольно-таки прикольно, довольно интересно. А вот что же касается вот этого камуфляжа, ну, смотрится как-то, честно говоря, уныло и однообразно. Ну, это мое скромное субъективное мнение. Если не согласны, как обычно, пишите в комментариях. Есть X5 в количестве 10 сертификатиков, ребят, на всю технику. Это очень хорошо, что, по крайней мере, не на вот этих вот товарищей, потому что очень уныло, честно говоря, было бы катать. Да и особо резона нет, особо много не заработаешь на третьем левеле. Два слота в ангаре, само собой, ну, и два открытых оборудования. И тот, и другой танчик у меня есть, как я говорил, и мне из них двоих нравится больше всего МСУ-76И. Насколько выгодное предложение? Предложение, ребят, однозначно, в первую очередь, для коллекционеров и не более того. Потому что за 5 баксов вы можете себе приобрести на данный момент, допустим, ну, те же самые шкатулки открыть. Если у вас есть 5 баксов, которые вы готовы задонатить, то вот два раза по 2 бакса и 3 косаря голды у вас в кармане уже. Что касается того, за сколько эти машинки можно, допустим, продать, если покупать эти наборы именно ради перепродажи, то что БТСВ можно продать за 1 косарь голды, что СУ-шечку можно продать за косарик. Таким образом, получается, что за 5 баксов вы получаете в случае перепродажи данных машин, точнее не перепродажи, а просто продажи данных машин ради голды, то есть, грубо говоря, провести обнал таким образом, получается, что вы будете иметь себе возможность открыть, пощекотать себе нервы контейнером, собери их все и получить оттуда один талисманчик. И, в принципе, ребят, если у вас есть уже запас талисманов, то почему бы и нет, если вы еще один косарь можете получить, если прямо одного талисмана вам не хватает. Но, в любом случае, получается, косарь здесь, косарь здесь и, грубо говоря, пускай косарь тут или что-то вам еще оттуда выпадет, но если не выпадет, то тогда совсем невыгодно за 5 баксов покупать себе 2000 золота, ну и вот эту вот всю дребедуху. По-другому я ее назвать не могу. Вообще, в целом, ребят, машинки, та же самая СУ-шка, довольно-таки прикольная на третьем левеле, но, безусловно, на любителям, ровно как и БТСВ. Мое дело, ребят, вам сообщить о том, что есть такой наборчик на продаже, на случай, если вдруг вы мое видите видео, простите, смотрите раньше, чем зайдете в игру, ну, чтобы вы не пропустили данное предложение. Это было мое субъективное мнение о наборе, который за 5 баксов есть в магазине. Согласны, не согласны, пишите в комментариях. Ну и, ребят, если вы за честность во всей ее красе, подписывайтесь на мой канал. Я больше чем уверен, что мы найдем с вами общий язык. Я лично за честные обзоры на технику и товары в магазине. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.